Школа – это то место, в котором дети проводят большую часть своего дня, поэтому учебное заведение должно соответствовать самым высоким требованиям безопасности. Во всех образовательных учреждениях Белоярского района перед началом нового учебного года были установлены системы контроля управления доступом, сокращенно СКУДы. На руки детям и педагогам выдали магнитные карты ключей. Сегодня зайти в школу может только ученик данного учреждения, педагог и работник школы. Система контроля управления доступом позволяет обеспечить выполнение постановления Российской Федерации, которое было выпущено, утверждено 7 октября 2017 года, номер его 1235, как раз об утверждении требований к антитеррористической защищенности. Все мероприятия, которые были в этом году проведены в образовательных учреждениях, а это не только установка СКУДов, так их называют, это и услуги частных охранных предприятий. У нас с утра и до окончания образовательного процесса учреждения будет присутствовать работник ЧОПа. Это установка дополнительных видеокамер, как снаружи здания, так и внутри помещений. Это также в дошкольных учреждениях установка домофонов и видеодомофонов. Все это делается для того, чтобы уберечь наших детей от террористических каких-то актов и посягательств. То есть это все делается на благо нашей детворы. Главной задачей охранных систем в школах является контроль и ограничение доступа на территорию. Отпуская ребенка в школу, родители прежде всего хотят, чтобы там было безопасно. Елена Михеева сегодня пришла в школу к учителю своего сына Максима, который учится во втором классе. Маму пропустили под запись в журнале посещений. Елена смогла оценить новую систему доступа. Мы вообще очень рады, что наконец-то до нас, потому что в больших городах уже давно такие системы есть. В жизни переживаешь, что твой ребенок идет, спокойно доходит. Они сами идут, мы тоже на работе. И приходят, ты знаешь, что он уже в школе. Потому что карточки у них персональные, с номером. Мы знаем, всегда можно проверить, позвонить, есть ли нет ребенка в школе. Знаешь, когда он ушел. Конечно, мы чувствуем себя спокойнее. Знаем, что постороннее не пройдет. Принцип работы с кода в школе довольно прост. И любой ребенок без труда сможет ею пользоваться. Подойдя к турникету, нужно поднести свой идентификатор к специальному месту. Система контроля доступа считает информацию с карточки, идентифицирует пришедшего. И если карточка зарегистрирована, то откроется турникет для прохода. Я считаю, что это важное нововведение в нашей школе и вообще в нашем городе. Потому что много случаев, вы знаете, когда происходят похищения или террористические акты. А на данный момент мы знаем, что мы в безопасности находимся. Посторонние люди просто не смогут пройти в нашу школу. В случае утери магнитной карты ребенка пропустят стены школы беспрепятственно при личном участии классного руководителя. Вопрос о получении дубликата будет решаться с руководством школы и родителями. Если потерял ребенок карточку, тогда нужно в любом случае классному руководителю об этом сказать. И сейчас, пока на первое время, пока у нас дети привыкают, таких карточек закуплено дополнительно в каждом учреждении по 100-200 штук. Но это вот на первый случай потери. Их можно дополнительно купить. Стоимость такой карточки 50 рублей. То есть это небольшая сумма для родителей. Но, конечно, нужно приучить ребенка не терять. Сегодня педагоги, родители и сами ученики Белоярского района считают, что система контроля управления доступом – это прежде всего спокойствие родителей и безопасность детей. Инна Бугрова, Петр Михайлов, Белоярский. Время новостей.